Всех приветствую, дорогие друзья! С вами Сергей Вечерний. И на этот раз поговорим о такой животрепещущей теме, как умение мыслить в рамках интонации, в рамках фразировки конкретных музыкальных стилей или жанров. Ну, если хотите, допустим, это ритмин-блюз, какие-то приджазованные блюзы. От джаза мы будем сторониться, пока такая тема достаточно сложная и серьёзная. Если затрагивать её не будем, коснёмся больше непосредственно блюза, ритмин-блюза и фанка. Ну, в рамках именно как раз-таки рок-музыки. Как начать вообще сочинять, создавать, генерировать какую-то блюзовую ритмическую идею? Во-первых, надо же найти какие-то шаблоны, допустим, шафл какой-то, какие-то пульсации, как они строятся. В целом, это вычитать нигде невозможно. То есть, литература, может быть, такая существует, но она сугубо на иностранном языке, но в основном всё это черпается из прослуживания каких-либо аудиозаписей. Начиная от Альберта и Би-Би Кинга, Стивера Ивона и до Джобана Масса, то есть, до современных исполнителей. Надо больше внедрять в себя всю эту тему, если хотите вкусно и интересно играть. Но для того, чтобы разнообразить ту партию, которую вы уже сочинили, или пытаетесь создать и сделать её интереснее, более живой, более интересной, вам многого, в принципе, не нужно. Это, опять же, работа не только над собственной мыслью, но и над техникой. Вот эти два аспекта мы затронем в ближайших роликах, в ближайших занятиях. Но не могу назвать это занятиями, скорее, такие мои личные монологи на конкретную тему. То есть, те вещи, которые я обсуждаю на уроках со своими студентами, может, что-то недоговаривая. Опять же, этой информацией я делюсь искренне со всеми теми, кто в этом заинтересован, заинтересован эту информацию поглощать. Ну что же, поехали. Допустим, пускай это будет тональность Си минор. Ну, возьмём два аккорда. Пускай будет два аккорда. Допустим, Си. Это аккорд первой ступени. И пускай будет, допустим, Джим Эйдж. Для тех, кто не понимает, что тут я такое говорю, у нас Си минор – это септ-аккорд HM7, то есть, да, или BM7, как хотите. Такой вот простой аккорд, где мы ставим баре на седьмом ладу. Вот у нас нота Си тоническая. И здесь у нас безымянный палец прижимает квинт, вот септима. А впоследствии следующий аккорд у нас получается вот таким. Это Джим Эйдж, то есть большой мажорный септ-аккорд. Здесь всё не так уж сложно. Ну, у нас мизинец прижимает ноту Соли, вот безымянный ноту Сила здесь получается. И всё. Сейчас мы берём только сильные доли. Вот мы играем, допустим, аккуратно просто что-то там себе мямлим под нос, что-то наговариваем, какую мы хотели бы. Вот у нас сильные доли. Теперь я включаю такое движение, допустим, как Галоп. Здесь, что получается, пульсируя по неприжатой струне, слегка подмьючивая ноту, ты на счастье ладони, прикрывая шестую струну, я ставлю акцент только на сильные доли. Раз, два, три, четыре, раз, два, получаем. Ну, пускай будет такая, да, то есть основа. Можно поиграть просто в плитирку, не по ноте. Ну, это была же одна нота. А давайте сделаем так, чтобы акцент у нас проходил по основе аккорда, то есть по его верхотуре, по той части аккорда, которая находится внизу грифа, то есть вверх по музыке. Вот эта часть, да. Можно, в принципе, даже не зажимать безымянным пальцем квинту, вот эту ноту, фа диез, а сыграть то есть вот так, даже в притирку. Впоследствии, да, можно попробовать поиграть, допустим, только какую-то часть аккорда. Допустим, взять только септиму. Вот она у нас, первая ступень, седьмая. Только септиму и, допустим, только терцию. Вот такой у нас получается септ-аккорд, тоже, опять же, распространенный тип. То есть тут у нас есть все необходимое нам, кроме квинты. Допустим. Можно заинтонировать, то есть слегка завибратить этот компонент. Можно заслайдить. Да, то есть там, тут уже, опять же, ваша фантазия, насколько вы динамически образованы, так скажем, да. Ну и вот у нас уже есть какой-то, да, момент такой с надрывом. Здесь все зависит, опять же, от ваших технических навыков, как вы это чувствуете, как вы хотите это подать. Допустим, бас у вас играется достаточно тихо, а акцент играется более нервозно. И опять же, тут в притирку получается. А акцент, вот на эту кварту, которую я тут держу, может более, как-то, опять же, повторюсь, нервозно, да, более как-то так, дико. Дальше у нас аккорд G-Mage. Большой мажорный септаккорд. И тут, допустим, обыграем, ну, пускай, то есть, вот мы мыслим в пентатонике, да, у нас, ну, в пентатонике тональности. Вот у нас здесь G-Mage в ней внутри, и мы видим, вот у нас, допустим, седьмая ступень тональности, и снова первая. То есть, здесь у нас L-A-C получается. Вот я ставлю на соль мажоре, сыграем это хамором. Вот у нас получается удар такой форшлагом, да? И то же самое сыграю на ноте Rai-Mi. Получается вот это и вот это. То есть, ну, те же ноты, которые, как бы, в пентатонике находятся у нас. Вот они у нас. Ну, допустим, такая, да, короткая фраза. Вы можете остановиться на любом из аппликатур. Она будет достаточно звучной. Что так, что так. То есть, что у нас под безымянным пальцем будет находиться нота Ми, это секста. Что будет находиться вот эта татрация от ноты С. Ну, и, допустим, можно завершить, опять же, работая исключительно, ну, по тем шаблонам, которые уже, допустим, некоторым может быть из вас более-менее известны. Допустим, та же пентатоника. Это очень удобно играть пентатонику, постоянно каким-то образом ее заинтерваливая, так скажем, гармонизируя. Вот ноты, еще раз повторюсь, бокса нашего минорной пентатоники. Дальше у нас идет следующий бокс, это мажорная пентатоника. Пентатоника параллельной тональности. Вот она у нас. Мы можем сыграть тут по две ноты, и тут вместо одной по две. То есть, а это как-то более звучно, да? Ну, здесь чисто хаммер либо слайд. Допустим, что-нибудь такое. Опять же, это пока только варианты. Попробую сыграть медленно все то, что я сейчас наиграл. Еще раз повторюсь, это была пентатоника, два бокса, пентатоники рядом лежащие. Пентатоника си минора, сыгранная от си. Думаю, все уже это знают прекрасно. И пентатоника си минора, сыгранная от ноты ре. Если кому-то неизвестен этот бокс, который я сейчас вот играю, это пентатоника мажорная. То есть, в нашем случае, это пентатоника ре мажора либо си минора. Можно сыграть октавами, допустим. Здесь мы... Здесь я взял октаву от ноты си и пошел вниз до септимы, то есть до седьмой ступени. Взял октаву от четвертой ступени. В нашем случае это нота ми. И пошли мы вот таким образом от пятой, четвертой, третья, седьмая и снова первая. Давайте резюмируем все то, что мы снова наиграли и наобсуждали. В принципе, урок как таковой, он очень аморфный. Главное, выслушать до конца всю эту тягомотину. Какой-то опыт из этого вынести. Если вдруг что-то более-менее заинтересовало, написать в комментах, поставить лоис, сказать, давай вот это подробнее обсудим и еще детальнее. И я очередной видос выпущу уже по конкретной, заданной вами теме. Тут у нас си минор. Мы решили остановиться вот в таком варианте. То есть, допустим, такой у нас грув. Начинали, заметьте, с очень простого. То есть, брали галоп там, да, у нас. Приглушенная струна. Акцент. Но весь этот пульс немножко колхозит. Да? И получается, мы хотим, чтобы у нас было что-то такое кочевое. А чтобы было кочевое, надо, чтобы были паузы. И акценты. Жесткие акценты. Может, где-то синкопы. О синкопах чуть попозже. Если кто-то вдруг не знает до сих пор, что это такое. Ну, вот у нас, да, такой кусок. Представьте, какие-то драмсы. Здесь я играю терцию. То есть, септиму и терцию. Очень популярное движение. Такое самое-самое в хард-роке, в блюз-роке распространенное. Хоть и в фанке. То есть, обычно многие хады строятся вокруг этих трех нот. Седьмая, первая и третья. С легкой оттяжкой такой. Попробуйте вот так вот поиграть. А потом чуть-чуть потянуть указательным пальцем. Ну, в нашем случае это нотаре. Так, чуть-чуть ее натянуть, что-то такая жила. Можно чуть-чуть вибраторе. Получаем. Вот эти два удара и... Допустим, будет такой паттерн. Как итог всего того, что мы наобсуждали. И на соль мэйджи. На соль мэйджи. Пардон, промахнулся. Ну, вот такие вот ноты. Тут у нас мэйджи. В нашем случае тут нота си. А тут нота ми. Прямо форшлагом выигрываем. Тут можно сыграть, как я уже говорил, вот по таким вот квартам. Ну, кварты. В пентатонике такие интервалы, да? Вот они у нас. Вот таким хаммером, допустим. Или, допустим, через блюзовую гамму. Можно играть прямо в сену. Это в нашем случае получится здесь. Блюзовая пентатоника. А на кварту ниже получаем нону, девятую и пониженную ступень. Ну, это тоже прикольно звучит. Очень даже. Поприкийский, да? Но в сочетании это достаточно интересно. То есть, отсылки к тем же Smoke and the Water, да? Где у нас вот эти ноты. Не вопрос. Это все легко воспроизводится и очень круто звучит. Получаем. Ну, и допустим. Октавы. Остается пожелать вам только музыкальных успехов. Работайте, совершенствуйтесь. И до скорых новых встреч.